Такой вид открывается с панорамы на город Бишкек. Излюбленное место школьников, выпускников и влюбленных пар. Ежедневно полюбоваться красотой города сюда приезжают сотни людей. А это уже последствия их визитов. Бутылки, пакеты, обертки, фантики, стаканы и бесчисленное количество окурков. Характерная надпись зеленой краской на белом заборе «У мусора есть свой дом» то ли указывает на стихийную свалку, то ли наоборот призывает визитеров убрать за собой. Избитая чеховская фраза про то, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, положение дел в охраняемых зонах характеризует как нельзя лучше. Например, столичная панорама. Путь сюда составляет не более часа. Если спецтехника и мусороуборочные машины не всегда могут преодолеть подъем по бездорожью, то седаны и джипы посетителей романтического места сюда добираются легко. Однако складывается ощущение, что каждый пришедший считает своим долгом, что называется, отметиться и оставить после себя сувенир. В виде пакета с мусором. «Хоть кто-нибудь присоединился бы». «Мы собрали вот столько мусора». Эти фото и видео буквально всколыхнули отечественный сегмент социальных сетей, что неудивительно. Трое молодых девушек проводят свой досуг не в барах и клубах, а на свежем воздухе. Да еще и при этом собирают мусор на прилегающей к флагштоку территории. Такая ситуация царит там, где нет договоров с администрацией парков или других мест отдыха. Вот, например, парк Сииль. Находится вблизи государственной резиденции президента Алла Арча. У обочины картина та же, что и везде. Пакеты, фантики, бутылки. Стоит пройти вовнутрь, везде стоят урны, а на территории парка идеальная чистота. Здесь у нас договор, они постоянно вывозят в город, они вывозят отдельно. А по территории села мы сами вывозим, у нас имеется своя спецтехника. И у нас есть ЖКХ, жилищно-коммунальное хозяйство. Там бригада работает. Именно вот по дороге Чункурчак-Арашан, трасса у нас длинная, 16 километров, там имеется такая проблема. Но этим мы как боремся? Боремся мы согласованно с хозяевами этих объектов, то есть туристических объектов. Но они помогают. У нас есть и молодежное крыло, которое постоянно занимается этим. Если государственные органы не могут уследить за ситуацией с мусором, следить за этим могла бы мусорная полиция. С таким предложением накануне выступил депутат Джогур Кукинеша Дастан Бекешев. Парламентарий предлагает инициировать своего рода надзорный орган, вступить в который сможет каждый желающий. А после следить за чистотой и привлекать к ответственности тех, кто загрязняет окружающую среду. На местах ведь на самом деле виднее, где у нас чаще выкидывают мусор, где чаще нарушают законы. Я предложил дать это право штрафовать именно муниципальной полиции. То есть, если захочет какая-то мэрия, она может учредить у себя на месте какую-то полицию. Пусть она там состоит из нескольких сотрудников. Самое главное, что туда могли бы тоже зарегистрироваться и как внештатные сотрудники работать, и простые граждане, которые могли бы фиксировать там на видео. Вот, допустим, кто-то проехал из машины, выкинул там бутылку, еще что-то. Номер все зафиксировал, отправил. Голубая жемчужина, озеро Иссыкуль. Акции-субботники организовываются из года в год. Десятки активистов с пакетами проходят вдоль берега и собирают то, что оставили после себя туристы и местные отдыхающие. Несколько лет назад водолазы даже совершили специальное погружение. В качестве трофеев со дна достали тот же мусор – бутылки, коробки и пакеты, а к ним – зонтики, шляпы и прочие атрибуты отдыха. Из года в год такого добра на дне озера становится только больше. Сабина Дамаскина, Александр Симонов, НТС.